Ассалам алейкум, ва рахмакулу, ва ракату. Наверное, по первым словам вы догадались, что сегодня мы в Таджикистане. Прямо сейчас со мной мои непременно великолепные гости. А в Золшому Камоновича Дараншоев, председатель таджикской диаспоры Ватан и Галина Александровна Осокина, член общественной палаты и федеральный судья в отставке. Еще много о чем сегодня будем говорить, мои дорогие друзья. Прямо сейчас приступим к приготовлению национального таджикского плова. Вы уже поприветствовали всех, кто за нами наблюдает. Галина Александровна, ваше приветствие для тех, кто будет смотреть наш очень классный сюжет. Самое главное, я всегда считаю, готовить с очень хорошим настроением. Когда в душе и в голове радость и удовольствие, всегда получается все очень вкусно. Поэтому будем начинать. Мне тоже захотелось поднять нос сейчас, потому что Галина Александровна так мотивирующая ко всем обратилась. Круто, друзья, приступаем. Что нужно для настоящего таджикского плова? А в Золшу, рассказывай. Поэтому мы натянем смело Рахману Раин, режем мясо кусками. А мы удивленно наблюдаем, Галина Александровна, потому что мясо там уж сколько. Кто-то ложит большие кусками, кто-то ложит маленькие кусками мясо, но это зависит от повара. У нас здесь сегодня говядина, я так понимаю, можно использовать баранину. Баранина можно, говядину, но остальные никому не советуют. Другие мясо, кто пожеланный. Ну, плов делается, баранина и говядина. Свежайшая говядина. Кроме того, у нас на столе здесь по традиции, конечно же, рис, масло, приправы, морковь, лук. Все очень просто и понятно. И сегодня будем разбираться, в чем прелести таджикского плова. И мясо на кости, и, кстати, кость мы тоже будем использовать. Конечно, кость это самый главный гульон будет. Обратите внимание, что уже Галина Александровна взяла для себя тоже серьезную женскую куруль на кухне. И, в общем-то, лук сегодня в ее руках. Мы его крупно режем, я так понимаю. Ну, вот такие какие-то колечками крупные, да, вот и сделать. В этом ресторане в кафешке очень вкусно плов готовят. Классно. Поэтому всем рекомендуем, кто приходит насчет настоящего плова, приходите в этот ресторан. Здесь всегда свечи, но это же как топором чуть-чуть, а? Ну, пока это... Ирина Александровна, часто удается вам готовить в домашних условиях и радовать своих родных мест? Я очень люблю готовить. У меня иногда дети говорят, но вы не надо больше, не готовы. Вы не можете остановиться. Я не могу остановиться, хочется вкуснейшего приготовить и на завтраке, и на оперы. Какое коронное блюдо у вас в репертуаре, скажем так? Ну, я очень люблю тушеные овощи, и дети у меня любят. И курицу, как правило, с сарфой, приправа из духовки. Мы крупно нарезаем лук. Сколько нам сегодня понадобится моркови, лука? Если рис 2 килограмма, должно быть 2,5 моркови. Морковь она дает вот так, его режем. Это значит, какая картошка при. Это все знают, как это вот так режется. Я должна задать провокационные вопросы вам. В чем отличие от узбекского плова, от таджикского? Плов – это национальные блюда среднего, в основном среднего, узбеков, таджиков. Мы с пловом рождаемся, с пловом и живем, и с пловом и уходим. Это у нас такой дорогой гост. Любой гост, который приходит домой, обязательно это приготовляется плов. Обычно по пятницам тоже приготавливается плов и раздаются всем народам. Не будем скрывать, что сегодня у нас пятница. Пятница, как мусульмане, у нас пятница джума. Мы вот после мечети пришли приготовить плов. Это традиционно у нас в Средней Азии. Мы готовим почти в неделю 2 раза точно. У каждого 10 поваров будет, у 10 поваров будет свой вкус плова. У кого какая душа? Плов готовят душой. Поэтому у нас Средняя Азия душа хорошая, широкая, поэтому мы готовим всегда вкусный плов. Слушайте, это правда мечта. Плов всегда как-то объединяются. Объединяет всех народов. На сегодняшний день в России тоже нет такой мероприятий сейчас большие, которые бесплатно проходят. На любые мероприятия все повара, мужчины. Матушка Россия, они ворот, все на плечи женщины. Они водит женщина. Не знаю, что бы делали в России. Это вы сейчас нам хорошее... Если бы не было русских женщин, вы давно бы сырье бывали. Кто накормит, кто напоит этого бедняга? Скажи, пожалуйста. Никто, я вас уверяю. Как русская женщина, истинная волокжанка. Я вам истинно говорю, на самом деле, чу есть. Готовить вкусно и красиво не каждому дано. Сказать об этом справедливо, когда в бокале есть вино. А детский завтрак. Она должен чем гостить меня родной... А улыстить меня родня. Счастливый, вкусно, все готовит. И счастлива темиля. В гостях приятно рассидеться. И угощение принять. Бокал, бокал, он может разбиться. А вот от вкусного не убежать. Мы съели все, что нам давали. Поголодали завтра мы. Еще домой нам плова дали. И дави нам еще пурмы. Люблю друзей, которые готовят. Люблю смотреть, как счастливы они. Я благодарна им за дружбу и за прошлое святое. В войну спасали беженцев. Им помогали. Отдавая все последнее они. Мы все едины. Нас не разручить. Уж чтоб не говорили. Не будем мучиться и слезы лить. Мы станем рядом. Мы дружны. Свои любовь. Вина налили. За дружбу, за любовь. И верное сердце. Мы выпьем. Уднемся и расстаешь. Все вместе будем до конца. Мы о другом и не мечтали. Достойно аплодисментов. Галина Александровна, это ваши стихи. Вы должны сохранить для истории нашего ток-шор национального гостеприимства. Вы должны открыть тогда секрет еще о своей биографии, что вас связывает со стихами. Четвертого класса, побоевуюсь. Побоевуюсь, четвертого класса. Дорогие друзья, ищите стихи, Галина Александровна, и наслаждайтесь. Скрылся от города. Я думаю, что уже не только города, а страны. Пасы. Как бы из русского женщины таджиком быть в голове, я не знаю. Вот это вот мне нравится. Это какой-то прям символ таджикской силы, русская женщина. Ну, начинает пожильтить, значит масло готово уже. Можно тоже бросать вот нас. Проверочный лук. Проверочный лук. Вот символ, вы посмотрите, спокойненько. Как он пожильтит, мы сразу его туда добавляем. А вы-то русские женщины всегда по пальцам проверяем. А, ну, я тоже, пожалуйста. Оказалось, надо подкинуть немного колечко лука. Давайте рассказывать нам еще о таджикских традициях, пока вы так убрали. Все хорошие традиции всем таджиков. Почему вы хотите делать все же? Мы хотим почти все. Например, застолье таджикское, ну, какое, сколько там людей. И правда ли, что женщины и мужчины отдельно на застольях? Это в нашей современном жизни еще все вместе. Раньше и в городах, сейчас нету такого. В деревнях где-то вот женщины отдельно стоят, мужчины. А у нас вот не за столом сидят, а у нас достатка. Вообще не заходят, на полу накрывается стол. Там есть такие крупача, вот есть вот. И положат на поле, люди сидят на коленках и кушают. Вы сегодня тоже так думаете? Еще не застал, мы лежим в руках. Мы уже почти приятно. Призметь евро-таджики. Мы уже готовы принять, да. Как евро-обой, евро-таджики, евро-ребом. Евро-таджики, как вы хорошо придумывали. Как вы нам даете? Мы евро-волокжанки тогда. Евро-волокжанки, да. Она же сама этим луком занималась. Все. Своими руками лук она и отправит в большой казан. Мне кажется, так долго будет. Надо патаджики сделать. Патаджики? Патаджики, вы берешь-то? А, понятно. А я всегда, видите, аккуратно ее сделаю. Патаджики, тоже аккуратно будет все. А что, Павел? А то ли все аккуратно. Первая часть «Влаза почты» Александровны. Сочетание женского и мужского. Он должен запечься до какого-то состояния, да, Виктория? Да, он так вот повреждает. В вас пойдет приготовление плова. Ширка за ног. Это по 50-300 килограмм рыб. Это вот самый большой казан. Его открывают. Оттуда дают самое вкусное мясо. Отвезут сам старейшин. Диверда в кислоте. Ему отнесут туда. Он попробует, дуа почитает. И придет к дому, говорит, старейшему угостили. Он дуа нам почитал. После этого пойдет раздаться плову. Без старейшего ни с кем не будет идти, нельзя разбивать. Уважение. Вот, уважение. Как без него? На несколько дней. Отлично. Плок у нас продолжает тушиться. Мне кажется, он подстепенно отправляет говядину. Вратается вот куточку. Самое главное, смело сказать. Только успеваем наблюдать. Это красотой. Всегда. А сначала этого косточка оказалась. Косточка. Это более вкус. А кроме плова, что из национальных даджикских блюд вы любите особенно? Я недавно домой приготовил манты. Ну, сколько вкусно получилось. Тоже мясо побольше добавили, получился вкусно. А когда много луков, там не очень вкусно получается. Везде нужно побольше мяса. Если хотите суп сварить вкусный, побольше мясу полагать. Скуточка. Сразу вспомните меня. Бисмилля рахману. Это им. Своим Аллахом милостом и милосердным. О, вкус очень. Ну, правда, вся нижняя часть плова уже выше, мне кажется. Это все мясо и лук. Примерно одинаковые пропорции. Даже морковь чуть больше, чем риса. Чем больше. Много морковь нельзя добавлять, потому что плод получается сладкий. Ну, да. Да, но надо 10 килограмм риса, а надо 1,5 килограмма морковь. Всегда на полкилограммчика больше. У нас дома в Тадикстане, где я живу, они думают, что столица Россия – это Вологда. Потому что все из Вологды начинается. У нас дома все в Вологде. Нету такой человеческой. Вот такие вещи, где я живу. У меня дома все горят. Вологда, Вологда. У нас, значит, дрова брезовые из Вологды привезены были на сварьбе. Когда команда ехала, что-то место стало, мы дровам повозили. Даже дрова из Вологды приводят на дрове, друзья. Гораста, Дексана, фамилия. Народ приходит, смотрит, понять, не может, этики выбрали. Говорят, Вологда, фрейбе. Вы видите, как вам сейчас приятно. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас в воду в нашей жизни прошло. Все вологодское. Три-три-три-три-гунда-дрижнего. Нет, все вологодское. Их пора морковь запускать. Нет, не, не, все. Немножко. На меру. Именно верясь. Ты скажи, таджик, немножко. А пока мочешь все. Вот так, немножко мерка. Вот, как красавец. Да, видишь, какая чистая. Что, я должна сказать? Салам алейкум? Салам алейкум всегда. Ассалам алейкум. Нету слова такое салам. Ассалам алейкум. Вот так вот, правда. Мы должны все вместе сказать. Ассалам алейкум. Давайте. Ассалам алейкум. Парахматуллойгу ва баракате. Это мы еще пока не доучили. Да, да. Видите, что мы начинаем. А, может быть, очень идет. Илья Александровна как будто бы ходит по нормальной вологодской шляпке. Любую виску, которую продаются, за по 200-300 рублей. Вкуснее краснодарский рис. Мы берем белый рис. И вот надо брать краснодарский рис. Это же танк. Ну, не длиннозерный, не золотистый. Не вот мы его. Не, краснодарский, натуральный рис. Сейчас мы ездить приготовим краснодарский рис. На счастье. На счастье. Но если бы был вологодский рис, то... Было бы еще вкуснее. Но вот если бы мы приехали в Таджикистан, Нас там, наверное, как-то встретили, но мы потянули гости. А, еще как мы встретили. Чтобы в первую очередь вы нам показывать начали, чем мы чаем поедем. Не нужно напонять чаем. Без чая не может быть никаких. И при том у нас чай наливают пиалки понемножку. Как любой гости тоже, да? Да, сначала хозяин попробует. Потом понемножку наливают и подают гостей. Ну, русский приехал в Таджикистан. В основном, ему налили такой чай. А посмотрели, говорит, как там в Таджикистане. Говорит, да все хорошо. У них такие жадные, говорит. Наливает, говорит, вот столько чая. И за сердце хватает. А это же про любовь, получается. Чем меньше, тем... Да, сначала тем меньше, чтобы побольше гостя стався. Ему понемножку наливать и поставить свежий чай, говорит. Вот так. Ну, я так понимаю, ему перед пол, он тоже должен пить чай. И после пола тоже должны пить чай. Да, да. Они добавляют. Вот это, давай начнем добавить. Пусть минуты. Прямо все? А что мы должны ждать? Что так, что ты есть? Я думаю, кисовка за ней, говорит, кто не уйдет. Ясно. Все, выписать, стерпиал, открываешь? Добавляем рис. А сколько минут риса, чтобы тушиться? Минут 20, наверное. Как пойдет? Из-за ушла вы когда-нибудь ели узбекский плов? Узбекский плов отличается от 11-16, у узбекского меньше мяса. Это единственное, что в веке говорили, что у них очень много мяса. Узбеки не бороться, что у таджиков еще больше. А его, да, узбекцы, из-за ушла нам привезли стерни ребятову. Для таджиковского плова привезли узбекскую палочку из-за ивы. Точнее, из-за русской ивы. Вот это ивы. У вас есть дома палочка из-за ивы? Она в клубе. Я в клубе. Он в клубе. Он в клубе. Палочка из-за ивы. Мы ждем, чтобы ему какие-то купола делать и палочкой из-за ивы протыкать плод. Ну, чтобы сюда чуть-чуть воду добавляем, чтобы она не сгорела. Появился купол? А, золотые купола, все. Опа, бисмиллях рахман арраим. Пришло финишное вот это. Вот, сейчас мы ее будем смешивать. Бисмиллях рахман арраим. Значит, мы что сейчас делаем? Смешиваем. Что, приготовили рис вот сверху. Куполы разваливаем. И потом вот смешиваем вот так. Вот так смешиваем. Бисмиллях рахман арраим. Сейчас мы будем у нас. Со всех сторон пытаемся. А запах-то какой? Запах какая? Во! Сейчас мы что смешиваем, все это хозяйство. Как следует? Как следует. Познёмся смеем. Самые простые ингредиенты, все их запомнили. Мясо, рис, морковь, лук. Конечно же, приправы. И много-много масла. Ну, для того, чтобы все как следует тушилось, понадобится еще и вода. Периодически ее добавляем. Ну, и какой-то хороший казан. Ну, и мужские таджикские руки тоже, кстати, очень круто помогают. Ну, я должна была сказать вначале. Ну, это ничего. Мы в конце тоже согласны. Не всегда. Короче, все. Братья, сусерия, все готовы. Готовьтесь. Братам за лошо. Давайте пробовать. Мы сейчас получим все это. Ну, выглядит очень и очень и очень запах. Петит, это много. Давайте попробуем. Держите. Очень вкусно. Очень вкусно. Под имя любой женщины произносите, когда пробует тепло, значит, хорошо. Очень вкусно. На второй, возможно, какое-то другое имя, может, Галина Александровна. Да, Галина Александровна. Какой мы с тобой поработаем. Умельчай. Такой опыт. Костенький. Костенький, вкусный. Ну, классно. Классно. Классно? Вы такой опыт нам передали. Все. Спасибо вам огромное. Я сейчас смело могу сказать, что узбекский плов и таджикский плов, это две разные вещи. Две разные вещи. Совершенно. Наконец-то убедили вас. И тут, наверное, все-таки... Скоро над этим не работали, сегодня уже убедили вас. Однозначно. Мясо-то, опыт какой. Опа. Таджикская песня. Тоже мне. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какая ты красавица. Какая у тебя красивая волоса где-то оттяжелась. Шапочка вообще-то отличная. Пусть таджичка. А, кстати, сладости можно ведь и из бутлова, и после плова. Сладости. Мы предлагаем вам настоящее вологодское, а мы что-нибудь из такого. Как можно быть за этим столом без вологодского продукта? Это невозможно. Тогда пробуйте наши мурноват. Вологодские продукты нас объединяют, как наш плов. Пробуйте пастилу, мурноват, рихир, сюда. Хорошо. Все это вологодский, да? Еще и с грецкими орехами. Ну, я что хочу сказать. Действительно хочется поздравить не только Вологодскую область, но и весь Советский Союз, который был, и он остается в душе нашей с Днем Народного Единства. Потому что, как бы ни были отдалены те или иные национальности, но все равно все вместе. И это радует. Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня находиться за этим столом со своими друзьями, которые объединяют нас в День Народного Единства. Это для нас самый замечательный и самый дорогой праздник на сегодняшний день. Потому что объединяет она все советского народа, в котором мы жили, выросли, и благодаря вот этой стране, этой праздникам мы все вместе. Пожелаю всем Вологжанам жить в добре, в благополучии, и всегда, чтобы у нас было взаимопонимание. С праздничком, дорогие мои Вологжане! Ас-салам алейкум ва-рахмату-лой ва-баркаде! Мир вам, милостый Аллах! Таджикистан! Неповторимый, яркий, интересный, колоритный и дружелюбный. Восток – дело тонкое, а Вологодщина объединяет! КОНЕЦ! Продолжение следует...